на что хватает одной солнечной панели и сколько она будет заряжать ваши аккумуляторы панель мощностью 280 ватт выдает значит она 42 вольта максимум и где-то ну в районе что-то вот 11 и 5 ампер в очень сильное палящее солнце то есть может дойти даже до 13 в объеме очень компактная может поместиться даже на балконе у кого-нибудь вот может одновременно заряжать 4 вот таких к аккумулятора в зависимости от вашего контроллера то у меня на 12 вольт идет и вот его максимальные показатели извиняюсь тут пыльно у меня немного вот у меня на 12 вольт инвертор на 12 вольт контроллер вот к нему приходит солнечная панель с судой вот заходит суда же идет заряды на аккумулятор и сюда подключен инвертор и они параллельно друг другу подключены то есть я увеличиваю емкость не вольтаж то есть вместо 100 вместо 62 ампер я получу 124 ампер часа вот вместо 62 получу 120 ампер часа аккумуляторы легко восстанавливаться сейчас в конце видео покажу как их восстанавливаю вообще на легке и быстро возвращаю жизни полноценную емкость плотность их не и но сейчас немножечко о том как они могут заряжаться можно 4 подключить так же самым параллельно друг другу непоследовательно параллельно и заряжаться может сразу четыре аккумулятора заряжаться не часов 8 значит по тому сколько панель киловатт приносит в день сейчас вам все подробно покажу вот у меня сейчас есть удлинитель до я запускаю инвертор мы сейчас будем использовать и солнечную энергию несмотря на шахмура и одновременно то что у нас недостающие на мощность там бетономешалки будет браться с аккумулятора вот у меня этот удлинитель я беру провод от счетчика вот сейчас запускаю его все запустился кстати это все то что я добывал в течение трех с половиной месяцев от солнечной панели вот у меня счетчик идет и так вот провод пошел вилочку включил и вот этот провод уже пошел на бетономешалку мощность бетономешалки у нас тут указано 650 ватт запускаем она пустая полная тянет практически одинаково без разницы я уже показывал видео где полностью нагружена она работает то есть берется все солнечной панели и недостающая мощность тянется с как бы тянется с аккумуляторов вот нагрузочка пошла у нас сегодня хмурая погода уже как бы 6 часов вечера вот 07 ампер пошло на заряд то есть сверху у нас амперы мы можем посмотреть и вольт сколько выдает сейчас солнечная панель в такую погоду это заряд идет самого аккумулятора суда можно включать инвертор но я не включаю вот так вот у нас сейчас все функционирует и если нету как бы вот сейчас отключу вот солнечную панель до просадка пойдет сильней вот так бетономешалка может на этих двух аккумуляторах час проработать то есть ну для для скептиков вот видите сейчас просадка пошла для скептиков покажу что бетономешалка сейчас вот сразу и заглушу вот так все бетономешалка отключена вот так вот мы включаем заряд и пошло единственное раз в неделю нужно сюда залазить и доливать дистиллированную водичку так аккумуляторы частенько кипят и нужно воду доливать сколько электролита как добавлять чего сколько я уже снял про целое видео но я тут в конце видео тоже вам покажу как проводились процедуры я раз в полгода в раз 8 месяцев провожу на становление аккумуляторов галочку поставил что вот я им занимаюсь и вот я в него теперь уже залазить до 2026 года вообще не буду в январе феврале залезу туда а сейчас май месяц у нас средина грубо говоря то есть вот эта панель это бюджетная за 35 евро я себе поставил вот такую вот на 450 ватт она вообще долго может от нее бетономешалка работа да конечно 10 минут поработал отключил на 5 минут ну пока там раствор вырабатываю все все же приятно вот такая солнечная панель за день может принести 4 киловатта это мой вот рекорд летний день сейчас у нас погода вот такая вот уже практически вот даже дождь начал покапывать вот такую панель можно поставить одну 450 ватт я еще не подключил установил в следующем видео покажу ее возможности вот можно себе такую поставить можно вообще найти на 750 ватт или там на киловатт и вообще жизнь будет веселая к такие аккумуляторы они недорогие главное брать вот такие я сейчас покажу какие лучше ну не брать с тем смыслом что они не восстанавливаются вот эти восстанавливаются вот и так если за ними ухаживать это не дорого в обслуживании вообще здесь еще самому готовить стилированную воду то у вас эти аккумуляторы будут по семь лет работать минимум если не следить за ними то можно их уничтожить за два года и все и на мусорку рассыпется пластины все это же уже там плотность потеряется в общем нужно за этим всем делом следить аккумулятор заряжается то есть все круто можно от инвертора заряжать ну такое я сейчас а кто-то говорил и сколько ночью они могут проработать ну в зависимости какие ты аккумулятор себя поставишь у меня сайт вот на 62 ампер часа вот такие вот сайт у меня и 12 умножая на 62 и ты получишь там 744 ватта кажется вот так и того вместе грубо говоря не полтора киловатта понятно что полтора нельзя использовать но киловатт можно ночью как бы взять вот грубо говоря вот такие лампочки от киловатта у тебя будут работать я не знаю даже до следующего дня и аккумуляторы не разрядятся с этом у тебя пять лампочек таких будет работать если ноутбук включишь там он 100 оттянет к примеру то 10 часов у тебя может он поработать до следующего там рассвета спокойный аккумулятор заряжается и будет потом эти все от солнечной системы работа вся эта как бы система которая сейчас показывает очень дешевая система то есть такой инвертор аккумуляторы такие панельку себе взял дешевенькую за 35 евро то что за 450 ватт она от 100 до 110 евро и можно найти где-то можно даже дешевле найти вот ну а теперь идем плавно к тому что делать с аккумуляторами как их надо восстанавливать и это очень важно как видите вот это выкипает водичка вот это все выкипает водичка еще вот у меня кстати заряд час 1 1 ампер все это солнышко там чего чуть сквозь стучь пролезла то есть нужно доливать водичку все это вычищает что-то не попадала никакая грязь и более того скажу что полоскать аккумулятор внутри если вы там думаете ни в коем случае обычным h2o ну то есть водой из под крана не делать это вы уничтожите пластины банки начнут замыкать аккумулятор придется выкидывать рано или поздно такие аккумуляторы взрываются и содержимое там внутри h2so4 это часть серной кислоты и там цинка то что добавляется в электролит и h2o обычная но необычная дистиллированная вот это все может попасть на ну не доведи боже это на глаза это все это попадет это минус минус глаза и напоследок вот что я скажу вот суть этой одной панели 282 заряжать ваши аккумуляторы какие вы аккумуляторы будете заряжать вам решать можете взять 2 на 100 ампер часов у вас будет 200 ампер часов они зарядятся у вас в течение дня и вы можете поставить более мощная себе инвертор там на 24 вольта и чтобы гонять там по полной у меня этот инвертор на 12 вольт он то есть сразу выдает с аккумуляторов солнечной панели все распределяется идет четенько то есть мне на целый день для работ хватает в этом видео мы сейчас будем восстанавливать аккумулятор так положено 1 275 я делаю восстановление раз в полгода этот аккумулятор за три месяца себя отработал у меня в тандеме на каждой одной солнечной панели стоят два аккумулятора вот мы берем дистиллированную воду соду но перед тем как что-то заливать и сливать смотрите сейчас вот расскажу вот важный момент я беру сейчас вот лампочку да вот мы видим что никакой магии вот вы должны проверить воду видите она не является проводником пишется вот где-то 100 грамм соды на литр воды камерой реакция идет так я сейчас нейтрализую вот тут чуть-чуть видите да как сода себя ведет при контакте с серной кислотой плотность идеальная это все нужно прополоскать обязательно дистиллированной водой все как делаю я на видео потому что если сода останется на пластинах как я уже говорил она нейтрализует серную кислоту которая находится в электролите как видите уже сажи намного меньше чем было вот такие очки я использую как перед тем как выливать электролит для тех кто не знал аккумулятор у меня был заряжен показывает 11 и 3 вот и лучше еще оденьте респиратор я не могу сейчас одеть респиратор потому что вы будете все видео слушать типа вот так у нас сюда ушло где-то около 4 метров электролита готового так у меня сейчас на заряд аккумулятора идет 0 6 ампер да вы скажете что постоянно сливать электролит старый заливать но вы покупать он как пол стоимости аккумулятора нормальный электролит ну во первых нет он не дорогой такой уж прям но и никто не просит его постоянно выливать утилизировать я этот электролит утилизировал только по той причине потому что он был испорчен тем что в нем было много грязи то есть в нем было много сульфата и очень много было осадков свинца но вы видите собственно если вы будете частенько туда раз полгода залазить сливать электролит вымывать полностью аккумулятор соды полностью всю эту процедуру будет делать кстати ролики у меня вот уже полные сняты три части как это делать вы можете посмотреть вот и не нужно старый электролит утилизировать если будет аккумулятор ухожен если он будет не ухожен как случилось у меня в данном случае туда придется утилизировать старый и залить туда новый электролит и проделать все процедуры для того чтобы восстановить плотность его 1 275 ну или даже можно немножко больше главное не перестараться поэтому надо следить за аккумуляторами если все четко делать он может служить лет семь в данном случае у меня уже третий год пошел как вот эти аккумуляторы эксплуатирую да которые не восстанавливаются я буду от них избавляться потому что потому что невозможно восстановить все подпишитесь ко мне на канал у меня очень много полезной информации спасибо за просмотр ставьте лайки лайки меня очень мотивируют я ведь стараюсь для вас ну а вы напишите свои вопросы про что вам снять видео и я сниму спасибо